Продолжение следует... Еще никто не раскрывал из путешествующих по Америке эта тема бесплатного питания. Да, показывали, как это делается, но никто еще не показал это дело со стороны получателя такой еды. Сегодня ко мне в гости зашел мой сосед, американец, и уговорил меня съездить вот в эту организацию. Я извиняюсь за качество съемки, так называемый Американский Легион в штате Айва, где я сейчас нахожусь, в небольшом городке Демой. Значит, в таких зданиях организовано бесплатное питание. Посмотрите на нищих, которые приезжают получать это питание. Вот перед нами Toyota Siena, дальше я вижу Chevrolet, дальше Dodge 2010 года, передо мной Grand Pontiac красный, дальше я вижу еще какая-то машина. В общем, я показываю для чего, чтобы вы поняли, что за контингент приезжает получать бесплатную еду. Покушать. Это не футстемпы, это не какое-то специальное правительственное питание, я имею в виду не то, которое привозят именно пенсионерам на дом. Это питание для любого желающего, кто проголодался, может зайти и запросто покушать. Не надо предъявлять ни документы, ни CCN, ни ID, никаких данных оставлять не надо. Можно написать просто в книге посетителей свое имя, можете написать вымышленное, можете написать любую закорючку, вам никто слова не скажет. Вот он меня уговорил, при условии, что я дал ему 5 долларов, эти 5 долларов он оставит на кухне, хотя это делать нельзя. Почему? Я противник халявы, принципиальной. Для меня халява, как бы, может быть и имеет место, но при условии, если ты являешься гражданином этой страны, платишь налоги и так далее. Я халявы, как бы, от государства не приемлю. Поэтому, ребята, сейчас я вот повешу на себя телефон, снимать нельзя, не надо, снимать ничего нельзя. А, посмотрите, стоит еще один нищий, приехал, Volkswagen Juke. Да, еще один нищий, это стояночка этой бесплатной кухни. Конечно, там не будет ананасов, как он мне сказал, конечно, там не будет никаких стейков. А, вот еще нищие, поверни меня. Еще подъехали нищие, на что это за модель, нищий приехал покушать. Kia Optima, бесплатно покушать. Я так понимаю, что американцы ездят сюда не только покушать, но еще и пообщаться. Кто платит за эту еду? За эту еду платят фирмы, которые списывают налоги, которые списывают свою продукцию, которая вот-вот будет просрочена, но еще не потеряла своего качества. Поэтому, друзья, я сейчас одену на себя фотоаппарат, извиняюсь за качество съемки и продолжу чуть... В общем, извиняюсь за качество съемки, я повесил телефон на грудь. Что будет видно, то будет видно. Итак, мы входим в бесплатную кухню. Я передвигаюсь на инвалидной колясочке, кто не знает, тихо. Нельзя здесь курить, нельзя пить. Сентябрь и мач. Открыли. Так, вот такое вот. Давай здесь что-то напишем. Hello. We can try to get food for free. Yes? Yes. We can do that. We can do that. May I get food for free? We got some. Сейчас специально я спрошу, должен ли я платить за это. Do I must pay money for food? Don't, don't need me. Don't? Okay, it's бесплатно, ребята, обратите внимание. Okay, if you can afford it. If you have money for food, if you don't... Okay, видишь, сказали, если вы имеете деньги платить. Нет, абсолютно бесплатно. Итак, поверни меня сюда чуть-чуть. Сюда чуть-чуть, разверни меня. Разверни меня чуть-чуть. Something. I like something. No spice. No spice. No spice. No spice. No spice. Yes. Man, that's a little bit. Something. Which one? Something. I like more. Yes. Не знаю, видом вам будет или нет. Пусть чуть-чуть меня поверни к ним. Назад? Назад занеси. Зад занеси. Разверни меня чуть-чуть. Туда-назад. Значит, я вам чуть попозже покажу, что здесь набирается. И попить что-нибудь. И попить что-нибудь. В общем, здесь набираешь и второе, как бы. Особо здесь не ждите красной икры или чего-то. Но перекусить, попить, что я вижу. Значит, бобы, котлетка какая-то, чипсики и компотик. Самообслуживание. Окей. Я люблю пить кол. 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 Это красный. Я что еще сверну? Это красный. Что это? Гулейд. Кул. Да. Гулейд. Да. Да. Или лимонад. Да. Лимонад. Можешь пить немного лимонад? Лимонад. Окей. Здравствуйте. Здравствуйте. Окей. Видите, все здесь написано. Работает. 10 июня будет здесь. Салат, бред, кейк. То есть, даже меню на следующее вывешено. Можете брать чай, лимонады, сколько хотите. Здесь все абсолютно. Наливают вам, еще говорят спасибо и улыбаются. Публика здесь сидит, любая соломка. Люди здесь общаются в основном. Стараются общаться. Подальше отойдем туда, в самый. Дальше, дальше. Вот дальше. Хорошо, вот сюда я саду. Мне даже помогли донести подносик, обслуживающий персонал. Сценка в рематч. Вот сюда расположили здесь. Ну, раз сюда положили, значит сюда. Убирай стулья. Стуль в сторонку. Стул в сторонку. Слава, разверни. Так. О, о, о. Ты встретил меня раньше? Да. Да? На гестеркетке, да? Да. Да. Ты из Германии, да? Смешно видеться. Да. Смешно видеться. Смешно видеться. Салат, не знаю, видно вам или нет, ребята. Ну, в общем, за бесплатно-то нормально, я считаю, людям перекусить. Холодный лимонадик. Трубочка я не взял. Ну, и посмотреть, что вокруг. Здесь звезды, кругом. Здесь вот флаги. Ну, и здесь с детьми сидят, кушают. Обстановка здесь не напряженная. Здесь нет никаких деградантов, я особо не вижу. Здесь нет цветного населения. Здесь сидят американцы, пришли пообщаться. Ну, и бесплатно покушать на халяву. Вот такая забота американского правительства о собственных гражданах. Никто не голодает. Никто не голодает. Голодать здесь, как бы, не нужно вовсе. В общем, я перекушу и расскажу вам попозже. Продолжу. Надеюсь, вам видно. Пока я кушаю, мне кажется, я плохо вам, что вокруг. Здесь обстановка не напряженная. Люди сидят, общаются, кушают. Еще раз повторю, сосиска в тесте, салат, кейк. На выбор любые напитки. Такое впечатление, что люди пришли не покушать, а чисто пообщаться. Ну, бесплатно. Очень вкусно. Да, кстати, я забыл сказать, можно брать сколько хочешь. Не наелся, можно подойти еще взять. Вы не поверите, но здесь даже волонтеры, женщины работают, подходят и любезно, как официантки в баре, доливают людям напитки. Любезно спрашивают, что бы вы хотели еще. Можно взять добавки. Посмотрите, какая атмосфера дружелюбная, ненапряженная. Еще раз повторюсь. Никто себя здесь не чувствует каким-то униженным, что пришел похавать на халяву, что его жизнь довела. Ну, вы видели этих нищих на стоянке автомобиля. Для меня тоже шок, что, оказывается, американские нищи, это почти что академик в России. К сожалению, правда, жизнь не такова. Для меня это тоже шок, поверьте, ребята. Такая ненапряжная обстановочка. Хотя я еще туда покажу, если вам видно. Да, здесь нет икры, конечно, нет клубники с ананасами. Но не забывайте, что никаких документов показывать не нужно. Я знаю, что где-то в Калифорнии получше кормят бесплатно. Я видел ролики, но там нужно показывать ID, нужно показывать, кто ты такой. Тогда государство тебе будет, конечно же, снабжать по-другому. Это, я еще раз хочу сказать, абсолютное питание для всех желающих. Может зайти любой, не предъявив документы, набрать еды, питья и перекусить. В общем, ребята, я так увлекся халявой, что вот эти две сосиски в тесте еще раз взяли бесплатно, с кетчупом, с любым на выбор. Салаты, очень хороший кекс с шоколадной, с орехами. Вся посуда одноразовая, все стерильно. Весь персонал обслуживающий в одноразовых перчатках. То есть, пища скромная, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят ребята. Дай бог, чтобы в России у нас тоже постепенно стали водиться такие кухни, куда каждый желающий может зайти и перекусить. Не надо доводить людей до животного состояния, когда тебе нечего поесть, и ты не знаешь, то ли что-то украсть, то ли кого-то ограбить. И поэтому социальное неравенство, социальная злость здесь, в Америке, очень хорошо снимается в обществе. Я продолжу еще свой рассказ. Я много здесь хочу вам рассказать о бесплатных продуктах, о той социальной поддержке. Это не относится к деньгам, к пенсиям, к суммам, которые получают американцы. Американцы, я хочу рассказать вам в следующем видео, как-нибудь сделаю про, так сказать, пайковые. Я бы их так назвал. У нас в военном городке военным выдавали пайковые, кроме зарплаты. Это тушенка, сливочное масло. И вот здесь такие же пайковые получают пенсионеры, нищие, но, опять же, нищие в кавычках, я вам еще раз говорю, что американские нищие, это академик российский. Поэтому это еще никто не рассказывал об этом. Я постараюсь вам сделать видео в ближайшее время. В общем, вот такой зал я вам снимаю, вот такой обслуживающий персонал. Я перекусил, неплохо. Обстановка здесь очень хорошая. Итак, перекусили. Я хочу вам сейчас, перед тем, как уходить, показать, друзья. А то многие мне скажут, врет, заливает. Вот бесплатный чай, бесплатный кофе, сахар, соль, сливки, любые напитки, любые лимонады здесь. Посмотрите, стаканчики одноразовую. Спасибо, мэм. Спасибо. Любые холодные напитки. Тут, значит, соль, перец, любые салфеточки, кетчуп на выбор, чай, кофе, чтобы все видели. Все видят, хорошо, пойдем дальше. Спасибо, мэм. Спасибо, мэм. Спасибо, мэм. Почему мы работаем без зарплаты? Мы хотим. Мы хотим, да? Вы волонтеры, да? Мы волонтеры. Мы не берем деньги от вашего работы? Да. Нет, мы просто делаем это для волонтеров. У нас большие волонтеры. У нас большие волонтеры. Спасибо большое за вашего работы. Спасибо большое, мэм. Спасибо большое, сэр. Спасибо. Вы приедете. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Ну вот так я на ломаном английском. Давай задам. На ломаном английском я кое-как объяснился. Народу нет вообще почти здесь. Никто сюда не ломится особенно. Но поверьте мне, почему-то в России не получишь от батюшки царя не то, что сосиску с тестом, а не получишь и просто сосиску обгрызанную. Кроме нищенской пенсии спасайся кто как может и кто у кого как получается. Еще раз хочу показать вам, друзья, что вот тачка, на которой мы приехали. Вот этот микроавтобус моего соседа-американца. Это фордик микроавтобус. Сейчас мы будем в него садиться. В общем, съездили, покушали. Вот наш автобусик. Посмотрите. Да, отъедем. Давай его покажем. Вот наш автобусик, на котором мы передвигаемся. Это Econoline Ford 150. Прекрасная машина. Нам очень нравится. Купили мы ее, вы не поверите, за 600 долларов. Машина 1996 года. 8 цилиндров. 4,5 литра объем. Салон кожа, кондиционер, все дела, джакузи. Ну все, друзья, поехал я до хаты. Вот так вот Америка помогает, кормит, подкармливает, так скажем, свое население. Для чего это делается? Я долго думал, для чего вообще это делается. А это делается для того, чтобы не было революции. Чтобы у тех, у кого сегодня дела не идут, не обозлились на тех, кто в шоколаде. И не взялись за булыжники, топоры и все остальное. Ведь у нас в России как? Богатая каста живет сама по себе. Чекисты, прихлебатели и остальные царские там холопы живут тоже в шоколаде. Ну а все остальные выживают как могут. И чтобы такую сосиску бесплатную в тесте получить с салатиком, с шоколадным кексом и с лимонадиком на выбор на любым, в такой приятной обстановке, надо сделать революцию. Почему-то в России именно так происходит. И даже после революции, к сожалению, к такому мы не пришли. Надо учиться этому Америке и американскому правительству. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok